Безусловно, вообще самый, по-моему, особенный человек не только в этой редакции, но и, наверное, во всем холдинге. Но на самом деле шутка, ничего особенного, я просто пишу левой рукой. Левши еще говорят, что очень эмоциональные люди, любят рисовать. Замечал за собой что-то такое? Ну, рисовать я как раз-таки никогда не умел. Вот один раз у меня получилось, там, в детстве один рисунок, какую-то там принцессу с принцем нарисовал, пятерку поставил. По-моему, единственная пятерка по изо за всю школу. У нас в классе было, по-моему, четыре левши, поэтому у нас было даже такое небольшое совместное комьюнити. Мы не чувствовали себя никак не угнетенными и хорошо общались с другими детьми. А есть какие-то таланты у тебя? Вот говорят, левши рисуют очень хорошо. Я писал музыку, писал стихи в детстве и до сих пор иногда могу написать без проблем какой-нибудь текст в рифму, что-то подобное совершить. Да и творческая активность все-таки, творческая профессия, журналистика, это тоже о чем-то говорит. Что-то осталось в тебе от левши, как ты считаешь? Говорят, они очень талантливые люди. Это правда. Это правда. Но от левши у меня осталось несколько дел, которые я могу легко делать. То есть если не ручкой писать, я могу пальцем писать левой рукой без проблем, на запотевшем стекле, то есть не проблема. Сдавать карты левой рукой и лопату, когда копаешь что-то, то левая у меня толчковая. Хотя раз я правая, правая должна быть сильнее, но нет, тоже левой рукой. И мне часто гораздо легче левой рукой что-то брать, держать. То есть вот в этом суть. Я должна была быть левшой, я брала ложку левой рукой, я рисовала левой рукой, но почему-то в садике, и потом воспитатели говорили родителям, что это неправильно. Ребенка нужно переучивать, мне реально запрещали пользоваться левой рукой. Причем родители, они были бы готовы мне уступить, но есть же педагоги, которым, как кажется, они знают лучше. Я могу сказать, что в некоторых моментах я совершенно спокойно могу функционировать левой рукой. Например, когда мы играем с мужем на бильярде, то есть мне непривычно играть левой рукой, но это не настолько проблематично, что как будто я ее не чувствую. Неудобно, но тем не менее она у меня функционирует. Вот мы сейчас делаем ремонт, когда у меня встает правая рука, простите, это она болевшим. Мы убирали, снимали обои, то есть я совершенно спокойно левой рукой действовала. Ну а так, конечно, мне правая привычнее абсолютно, ну к сожалению, а может не к сожалению, а может к счастью, вот так сложилось.